Доброго времени, дорогие любители домашней экзотической флоры! Вас приветствует студия Терра Хейлинг и я, Елена Сухорокова. Цветение клееви – чрезвычайно живописное зрелище. Тонкая и деликатная красота цветов, наполненная философским смыслом. Туновение ветерка, легкость облаков, мимолетная красота – все напоминает о скоротечности бытия. Клееви – сильное и мощное растение. Вот почему с момента выпуска цветоноса до начала цветения проходит совсем короткий строк. Наблюдать за этим процессом – сплошное удовольствие. День за днем тонюсенькая стрелка клееви превращается из дерзкого подростка-бродяги, петляющего во времени в роскошную и красочную путешественницу, завораживающий перформанс матушки-природы. Для того, чтобы это событие состоялось, первое, о чем приходится позаботиться – состав почвенного субстрата. Позволю себе его напомнить. Моя клееви – жительница северной части дома и, пожалуй, единственная из красиво цветущих растений, которые я не досвечиваю в зимний период. Сборный состав субстрата для интенсивного и комфортного развития клееви мы сделаем легким, чтобы не повредить мясистые и видоизмененные клубни, рыхлым, питательным и влагоемким. Для этого в равных долях добавим листовую сападомодиорную землю, свежий гумус, крупный хорошо промытый речной песок. Для улучшения корня образования добавим в почвенную смесь немного минерала циолита, а для лучшего дренирования почвы различные величины фракций красного кирпича и кирпичной крошки, скорлупу кедрового ореха и совсем немного древесного уголя. Для пересадки клееви отлично подойдет сапропель в отношении 1 к 4. То есть к 4 частям готовой почвенной смеси мы добавим 1 часть сапропеля. Подобные сочетания преобразуют субстрат в плодородную и питательную почву, а создав благоприятную для развития микрофлору, защитит растения от различных патогенных форм. Для нас, дорогие любители комнатного цветоводства, это крайне актуально. Сапропель стимулирует развитие корневой системы, так и способствует хорошей приживаемости растения, активно питая на протяжении всего его роста и развития. Наша клееви – вечно зеленая и высокодекоративная культура с эффектными цветками, сменяющими друг друга на протяжении месяца. А сапропель способствует продолжительному цветению красиво цветущих декоративных культур, за что я его очень люблю. Зиму моя клееви проводят на полу, рядом с балконной верандой, где температура несколько ниже, чем в целом по квартире. Обходясь без дополнительного освещения и снижая интенсивность полива, я создаю подобие периода отдыха. С наступлением весны и окончанием отопительного сезона клееви первой переезжает на неотапливаемую веранду и спокойно выдерживает температуру до плюс 5 градусов в ночное время. Если возникает риск понижения температуры, клееви немедленно возвращается в дом. Так мы с ней и путешествуем. Буду рада, если мой опыт ухода за экзотической красавицей поможет вам получить здоровое растение с пышным цветением. А мы желаем здоровья вам и вашим домашним любимцам. Подписывайтесь на канал Терра Хейлинг и ставьте лайк.